Петропавловский начинает работу молодежно-студенческий отряд. 80 юных строителей, собранных молодежным крылом партии АУЛ, примут участие в ликвидации последствий паводков. Сегодня они отправляются на площадку в микрорайон Солнечный-2, где возводят 500 новых домов для оставшихся без жилья горожан. 80 юных североказахстанцев посвятят свое каникулярное время помощи пострадавшим от паводка. Студенты отправляются на строительную площадку в микрорайон Солнечный-2, где возводятся сотни новых частных домов. А уже к концу июня будет сдана первая партия жилых объектов. Пошел в спецотряды, потому что многие люди пострадали от паводков. Я решил помочь. Мы с моей группой пошли помогать строить новые дома. Мы набираемся опыта, учимся возводить дома. Мы, когда создавали свой оперативный штаб со всеми государственными органами, вели переговоры, мы поставили два условия. Первое – это безопасность наших ребят. Все-таки это стройка, это процесс. И второе – что они должны заработать достойную для себя зарплату. Но нам сегодня, на сегодняшний день достигнута договоренность, что за этот летний трудовой семестр наши бойцы заработают порядка 450-500 тысяч тенге. Я считаю, это хороший довес к студенческому бюджету. Среди членов отряда не только будущие строители, которые за летний период получат бесценный опыт в застройке частного сектора, но и студенты, обучающиеся по другим специальностям. Они помогали пострадавшим сначала половодие, а теперь участвуют в строительстве домов для них. Во время оказания гуманитарной помощи познакомились очень многими семьями, которые, конечно же, нуждаются в жилье. Здесь мы будем до конца стройки, это примерно до конца лета. Мотивация для всех студентов, для ребят, которые будут работать, это, конечно же, заработная плата. Возродили молодежные студенческие отряды в Казахстане спустя 33 года. Их формирование сейчас проходит и в других пострадавших от паводка регионах.